Ну, тогда я попрошу вас поприветствовать нашего первого вектора, Египатия Парула. Ари Кришна! Египатия Парула! Египетия 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 Парула! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok тоже очищаемся. Во всех этих играх Кришны очень много уроков, которые, если мы сможем осознать милостью наших Ачарьев, Шилупаупады, Кришны, позволят нам приблизиться и почувствовать сладость Верховной Личности Бога. И вторая цель это так называемая в кавычках уничтожить деву. Потому что слово уничтожить оно немножко тяжелое. Оно значит как бы в небытие камень. Я уничтожен, что значит, что меня нет. На самом деле наказывает Кришну, благословляет Кришну все это бесконечная любовь и бесконечная милость. И таким образом наказывает или карает негодяев, демонов, Кришна проливает на них особую милость. Многие из нас, может быть, не отказались бы от того, чтобы встретиться в таком виде с Кришной. Потому что, на самом деле, что бы не делал Кришну, Он дарует всем любовь и только любовь. Проблема заключается в том, что эта любовь нематериальна. Материальными мерками, которые мы измеряем, вот эту любовь, полную эгоизма, желание эксплуатировать других живых существ, материальная любовь, она держится на других законах. И поэтому нам иногда трудно понять деяния Верховной Личности Бога, его близких спутников. И поэтому нам нужен комментарий Ачарьев, нам нужен такое великое произведение, как Шима Бхаба, «Трогнутый сердце всех лет», в тех очень подробно, с большим вкусом объясняются принципы, которыми Господь устраивает вилы, как Он дает себя Своим предметам, как Он дает себя этому миру. И так эта глава повествует о том, как мальчики или пастушки по просьбе Кришны отправились просить у ближайших в ближайшей деревне что-нибудь поесть. Это так называемая завязка. И определенным образом происходит ситуация, и в конечном счете жены браманов в этой деревне жили браманы, эта деревня была на границе вариндауны матхуры. Она как бы находилась в стороне. Да, и проходя мимо нее, Кришна знал, что там живут иерубийские преданные, жены этих великих смартапраманов, которые совершали жертвоприношения, но с целью обрести материальное благополучие, вознести с нараильской планеты и так далее. И Кришна в этой лире, прося своих друзей пойти в эту деревню, попросить, что у них поесть. Он сразу убивает заказцев. Он позволяет накормить себя с одной стороны и проливает милость на жен, мечтающих увидеть Кришну, Джон Браунов, и также проливает милость на этих браманов, избавляя их от гордыни, избавляя их от гордости, от такого религиозного положения, которое в их сердцах не позволяет через послание пастушков понять, что это за Кришну. вот такая история. Итак, религия начинается с того, что на большой поляне, на берегу Емуны, Кришна была рамой, пастушкой, пасущей коров, останавливаются, как бы просто решили остановиться. И пастушки обращаются с Кришной, что Кришна, пожалуйста, могучий Рама, Кришна, карающий злодеев, нас мучит голод. И вы должны что-то сделать, чтобы избавить нас от этих моб. Уже в одном этом предложении есть огромная мала, есть определенная раса отношений между пастушками, Кришной была рамой. На первый взгляд, неискушенного читателю может показаться, что пастушки просят Кришну послужить. Мы голодные, что ты сделай, ублажь нас, ублажи, да, утоли наш голод. Сила, которая у тебя есть, могущество, которая есть, должно быть направлено на наше удовлетворение. Ты создан для нашего наслаждения. И Ачария интересно комментирует это. Они комментируют, что пастушки находятся в такой очень близкой дружеской расе с Кришной. И они находятся на самом деле на таком чистом, возвышенном уровне служения, что у них нет даже и тени, что-либо получить из себя. на самом деле они понимают, что им очень хочется, чтобы Кришна что-то вкусил, как-то ублажить его. Но ради себя Кришна не будет принимать никакие попытки и усилия. Они знают это. И поэтому их чистота покрывается вот этим умным настроением. Они делают вид, что они голодные, подобные как гопи, абсолютно чистые живые существа, находящиеся в супружеских отношениях, любовных отношениях к праке расе с Кришной, да, проявляют вожделение, показывая лично, что они хотят, чтобы он поставил свои стопы себе на грудь и на грудь и так далее. Проявляя это вожделение, они на самом деле не имеют ни малейшего вожделения внутри своего сердца. Они просто знают, что они могут этим доставить удовольствие Кришны. Таким образом пастушки в шутку намекают, что ты покоритель, каратель демонов, уничтожь демона голода в наших желудках. И Кришна поддерживает их игру, поддерживает это умное настроение. И в Бхаба Тушкаде Вагасами говорит, пожалуйста, Кришна говорит, пожалуйста, отправляйтесь к тому месту, где несколько браманов на документическом писании, ради того, чтобы попасть на райские планеты, совершают сейчас жертвоприношение, которое называется Ангерасов. А, дорогие друзья пастухи, придя туда, просто попросите какой-нибудь еды. Назовите им имя моего старшего брата, Верховного Господа Баларабы. Ну, и также мое имя, чтобы они знали, что вы посланы нами обоими. Кришна убеждает пастушков не стесняться, прося падая. Он убеждает их в том, что лучше это сделать от имени Баларабов, потому что Баларабы из кшатрийского рода. А он пастух, он из ващи, и как-то ну, не очень, что литично, тогда как Браманы, Браманы к шатрию с большей вероятностью что-то подадут. поэтому он как бы просит их исполнить это послание, эту просьбу от имени Баларабы. Но при этом он говорит обязательно им скажите оба наших имени. Здесь заложена идея, что Кришна уже начинает проливать на этих Браманов милости, понимая, что когда они услышат слепые имена нам, Браманы этих услышат имена Кришна, Баларабы, Иисус кого? Иисус чистых преданных. Это очистит их от того умонастроения, в котором они пребывали. И так, получив такой наказ от Верховной Личности Бога, пастушки отправились к тому месту и вложили Браману свою просьбу. Они приблизились со сложенными в смиренной мольбе ладонями, упали на землю, оказывая им почтение. Представим эту картину Браманы великолепно одеты в соблюдении всех принципов чистоты совершат там не ходят. Рядом сидят их возвышенные зоны, зоны целомудренные, все это прекрасно выглядит одет. И тут появляются с посохами, с тюрбанами, с пыли, неопрятные такие все простые пастушки. Идет звук этических гимнов, звучат мантры, в огонь разливается маслом, величественные картину, и появляются по-русски пацаны такие подходят, складывают ладошки и говорят «От имени Баларамы и кричит мы голодные, нам надо что-то покушать». Несуразная картина и она несуразна, она не вписывается в его настроение брамов. Она не вписывается, хотя они произносят святые имена, происходит очень интересно, брамы не слышат их. И пустошки пользуются интересными выражениями как «Хоми-де». Они обращаясь к браманам называют их человеческими богами. Они называют и движа дважды рождённых. Они на самом деле выражают определённое почтение, но очень интересно настроены чищи голодные беды субаны, чищи голодные такие же гады. Очевидно, что браманы, к которым обращались пастушки, не были на самом деле сильно квалифицированы и не понимали так называемую суть ведических писаний, привязанные к мирским понятиям, мирским ценностям. Они не могли подостоинствовать ситуацию, которая с ними происходила. И с одной стороны пастушки выражают почтение называемых бхувадеви, двиджи дважды рождённых, а с другой стороны в санскрите и так всё можно повернуть, что всё зависит от того действия, от той реакции, которая произойдёт со стороны браманов. Пастушки говорят, Господь рамы, Господь отчего-то пасут неподалеку своих коров, они проголодались и просят у вас пищи. Поэтому браманы лучше среди знатоков дармы, если у вас есть вера, пожалуйста, дайте для них еды. Итак, пастушки, пастушки, как мы тоже, когда начинаем вот сын-кертанщики меня поймут, они выходят на книгу, подходят к человеку и на самом деле они дарят настоящий нектар. Спасение от всех страданий, другие люди. Но мы чувствуем, как нам неловко говорить, что это книга о Верховной Личности Бога, что благодаря ей вы избавились от всех страданий. Есть некое внутреннее напряжение. И у сын-кертанщиков тоже есть такая, знаете, свои мантры. Они говорят, о, Господин, я вижу, что вы возвышенная душа. Вот мне кажется, что вот эта книга, она очень подходит к вашему сознанию. И все зависит от того, как человек среагирует. Если в этот момент человек говорит, ой, это интересно, правда, я думал, вот, о Боге мне интересно, то эти слова можно понимать напрямую. У них не будет сарказма. Но, соответственно, если тут эта душа проявляет совершенно другими эманацией, то в таком случае слово двиджа можно трактовать еще двумя способами. Ачария объясняет, и шаманчик, а вы же тебе такое объясняет. Например, можно под двиджа поднять дважды рожденные. Например, ну, просто человек, который родился от двух людей. От двух людей. Двиджа дважды рожденные означают, что первое рождение дают родители, второе рождение получает чем при инициации гайдри манты. Ну, в каком-то смысле мы все движены с глупом и ногами. А есть еще хуже ситуация. Птицы, куры, например, они рождаются из яйца. Сначала рождаются яйцом, первое рождение, считайте, живое существо уже родилось яйцем. И второе, когда оно рождается непосредственно из яйца. Поэтому, в зависимости от ситуации, в зависимости от того, как браманы себя ведут, то соответствующее слово движи им подходит. Итак, пастушки ощущают вот это вот сомнение в том, что их постигнет удача в этой ситуации. Они ощущают инородность свою, инородность вот с этим процессом, с этой ягьей. Они теряются. Но они еще движимые желанием послужить Кришне. Проявляют определенный энтузиазм и выражают некие как бы познания в ритуальных действиях. Они говорят о чистейшей брамане во время любого жертвоприношения. За исключением саутрамани, даже посвященной в проведении жертвоприношения, жрец может сгущать клещу. Не вскорняясь при этом, исключение составляет только период между посвящением и закланием животных. Вот представьте, читаются мантры, и они стоят сами себе подносят обумья. Они проявляют определенный энтузиазм. Они не так сильно разбираются в ведических мантрах, но стараются, проявляют энтузиазм, подобно как мы пытаемся проповедовать. Да, и проявляем энтузиазм. Иногда, когда человек хочет нас услышать, что происходит, из нашего языка льется, льется истина. Мы сами поражаемся, как через нас начинает идти философия, да? А иногда мы даже знаем, что сказать, и начитаны, но речь не идет, не говорится. Понятно, да? То есть как бы слово выходит и останавливается. Вот примерно в таком состоянии, представляете, находятся эти пустышки, для которых Кришна все, они вообще не понимают, куда они попали. Вот если честно, они этого не понимают. Понимаете, они стоят и в потерянном молчат. И что самое ужасное, что им даже не сказали ни да, ни нет. Такова завязка. Итак, мы обсуждаем вот до этого момента Лилу. Мы говорили, что у Гопи и у пустышков, у близких спутников Гриндауна нет и тени собственных интересов. поэтому это сознание их с трудом понимает сознание тех, кем движут другие собственные пиуистические побуждения. Поэтому они теряются. Они не понимают, что им дальше делать. Они начинают терять вот эту связь. с Кришной. Им хочется просто идти и убежать. Это очень важная вещь. Почему? Потому что называя их человеческими богами, они признают в них авторитет. И на самом деле давайте подумаем, что такое авторитет. Авторитет это в первую очередь тот, кто представляет Кришну. Действие которого лидер авторитет это тот, кто способен в любой ситуации, при любых условиях служить Верховной Личности. Поэтому назвав их чистейшие брамы, назвав их баху, шиптау и так далее, какими бы словами они их не называли, да, движут дважды рожденными, они опираются на то, что они и брамы представляют Верховную Личность Бога на земле. Но их внутренняя чистота вступает в противоречие. Они понимают, что реально перед ними не авторитеты, какие-то странные люди, которые играют некую роль авторитета, занимают некое возвышенное положение непонятным о чем основано. Ачарьи говорят очень интересное вещь, что так же и мы пытаемся пристили любовь к Богу, идя по этому пути. Должны помнить, что в любви есть две вещи. Любить может только человек, который свободен. свободен в выражении этой любви и ничем не ограничен. И что он выражает эту любовь осознанно. Осознанно это значит он что-то делает для кого? Для объекта любви. И он понимает, что он делает. И понимает, что это даст объекту любви. и он ничем не ограничен. Ни страхом, ни какими-то социальными условностями. Потому что если мы хоть чем-то ограничены, значит мы не можем выразить на полное это чувство. Оно будет сковано, оно будет не полностью проявлено. И поэтому если взять наше движение, очень часто в прошлом начале нашего движения было так называемое слепое следование за авторитетом. Ну авторитетом, но старше делаем. Сейчас может быть другой кредит. Слепой не следование за авторитетом. Пожалуйста, то же самое. А почему лучше? А кто спал? и что он старше будет? Ну и что что там? А я тоже. А я сам решу эту проблему. Это не обязательно. Да? Или другой говорит ой важно что он делает он старший ваш нас все все закончил мы должны просто делать не может быть чтобы он ошибался. И что мы видим? Что у этих пастушков естественным образом идет непринятие авторитета. То есть мы видим что изнутри их сердец настолько чистые у них настолько сильный вкус Бога что они просто чувствуют что-то тут не то. Что-то тут не то. Как-то не говорится с этими людьми. Как-то не принимается их авторитет. И интересно что наиболее опасно это положение духовного авторитета. Например психологи говорят это факт это статистика что человеку которому нанесен урон духовным авторитетом например разрушена его вера или произошло какие-то подмены и человек разочаровался такому человеку намного больше нужно времени на процесс остановления. И неправильное использование насилия от имени духовного авторитета согласно этой лилии это злостное злодеяние. Это злостное злодеяние. И оно ведет к потере веры в Бога. В этом его злостность. В этом его опасность. что человек который лидится в одежде авторитет говорит от имени Бога но по сути не представляет его очень опасен. Да и мы знаем очень много примеров великих преданных удастся. И зрелость болит Махараджа, прохлад Махараджа, сын стоит со сложными руками и смотрит как его папу, что расчленяет. Сайтлума просит Придху Махараджа оставить и те брамачаряши поступить на путь греха страшного. Но пока Брама не подсоединяется и не объясняет ему свое духовное положение, свое духовное видение и почему он является духовным акционитетом, Придху Махарадж не соглашается. И так мы видим из всех этих примеров, что мы должны дойти до такого состояния, чтобы мы могли противостоять искажениям и видеть чистоту помыслов тех лидеров, за которыми мы идем. И Шиллопрубада часто говорит, как минимум мы должны стать гуру. Для кого? Для самих себя. Это минимум. То есть никто не может сказать, я не стал чисто преданным, потому что мой лидер меня туда не привел. Ответственность за духовную жизнь лежит всегда на нас. И таким образом из этой лидер мы узнаем, что эти браманы, они неправильно используют свой авторитет, пытаясь остановить в будущем своих жен. Они потеряют этот авторитет в глазах чисто преданных, в глазах Кришны. Но на сейчас, на этот момент, когда мы читаем, мы видим, что браманы выслушали просьбу пастушков и даже не откликнулись на нее, не среагировали. Охваченные, тут интересно, Шукадевы Гасами говорит Шинадвагу, охваченные, множество мелочных желаний. Они были слишком привязаны к сложным ведическим ритуалам. Они считали себя знатоками вет, а на деле оказались неопытными глупцами. Разум человека — это один, направленный на одну цель, такой человек решительный. То есть если у нас есть одна цель — удовлетворить Верховную Личность Бога, и все другое ей подчинено, наш разум будет четко направлен. Но многоветвист разум нерешительный. Нерешительный в чем? И то хочу, и это хочу, и тут хочу. И за этими материальными желаниями, за всем этим многоветвистостью, выбором, они даже не обратили внимания, что пришли Личность и выражили желание Верховной Личности Бога. Полная дисквалификация. О покоритель врагов Паришек говорит, что Брамыну удостоили, не удостоили ответом пастушков, не сказать им даже просто да или нет. И приунывшие мальчики возвратились к Кришне рано с неутешительными вестями. Выслушав рассказ пастушков, Верховная Личность Бога, Господь Вселенной, просто рассмеялся. Затем он вновь обратился к пастушкам. Показываем, как нужно вести себя в этом мире. Очень интересный момент. На их примере любой проповедник может понять, что не нужно сильно расстраиваться от того, что выйдя с посланием о Верховной Личности Бога, с посланием о пожертвовании на храм, мы можем быть что? Оскорблены. Нас могут даже ударить. Да, мы видим по реакции Верховной Личности Бога, что он просто рассмеялся. Да, испытывая доброе чувство сострадания к этим граммам. Тем самым показывая пример пастушкам, что в принципе нет причины для скорби. Вы правильно поступили, что вы вернулись, потому что уж уж прям так расстроились, уж прям мы не поедим. У Кришны всегда есть план, всегда есть, кому Кришна нужен. И Кришна показывает это, говоря им дальше. Теперь идите к женам этих браманов и скажите, что мы с Господом Санкаршаной пришли сюда. Они без сомнений дадут вам любую еду, так как они очень любят меня. И разум их сосредоточен нам не одно. А, все милы Кришны, это, как знаете, еда, в которой замешаны очень хитрым образом последовательно все вкусы. Вот если после сладкого вкуса идет сладкий вкус, после сладкого вкуса идет сладкий вкус, идет сладкий вкус, то он уже не сладкий, а никакой. Вы перестаете ощущать вкус. Но если вы берете в рот что-то, и вы не можете вдохнуть от горечи, и тут же вы берете что-то, это как не так сладко растворяется, вот это сладко, да? А теперь дольку лимона, красный язык. Это так кисло, что из глаз искры. Вы не забудете этот красный. Он будет полный мозг. Вот так же Игорь Кришна, они пришли с подавленного настроения. Они пришли расстроены. Они, у них эта информация, ума настроение, которое испытывают браманы, не переварилась. Они находятся в неком таком аммиозном состоянии. И Кришна посылает их вновь. И говорит им очень интересную вещь. Только не говорите, что я голоден. Потому что если вы скажете моим любящим, преданным, женам браманов, что я голоден, они не выдержат этого. Еще он это говорит. Чтобы они обратили на это внимание, когда они все-таки не выдержат и скажут им, что Кришна голоден. И испытают ванную экстаз. Что происходит дальше? Итак, пастушки идут. Они идут опять в это дерево. Но теперь они заходят со стороны, где сидят в красивых саре эти чистые, возвышенные, как описывается в Шименбауте, женам браманов. Красиво, украшенные, чисто изнутри и внешне. Они сидят. И пастушки подходят рядышком, просто сбоку, подходят к ним, такие же чумазые, в пыли, со своими посохами. И говорят, у великие маты же, у великие жены, хоть чистые какие-то там слова, они им возвышенные сказали, жены чистых браманов, целомудренные жены. Здесь неподалеку находятся Кришна и Баларавы. Они уже немножко боятся это говорить. Потому что они не были услышаны. Но когда с их уст срывается слово Кришна, они видят, как все эти женщины просто замерли. Они просто замерли. Они просто замерли. И хотя они продолжали сидеть, они полностью, о чьей-то говорят, потеряли сознание. Кришна. И все. С этого момента их не было. И опять, вы слышите, потерялись. Они думают, что происходит. Они говорят, Кришна, Баларава, недалеко. Кришна. И они смотрят, что эти тела женщин начинают просто дрожать в совершенно непонятной такой состоянии. И они смотрят друг на друга, думают, что им надо делать. Что надо делать? Надо что-то делать. Кришна, Баларава, они голодные там. Они голодные. Очнитесь. Они голодные. Они нарушают просьбу Кришны. Они не могут. Они не понимают, что происходит опять. И в этот момент, услышав, что их любимый Кришна, Баларава, голодный, жены Браманов приходят в себя. Они полностью меняются. Они начинают проклинать свой ум, который заставил их остановить. Отсюда мы видим, что их ум, их друг, в отличие от нас, что он чисто предан, полностью одухотворен. И это состояние, вот это состояние, я с английского читал, я даже не знаю по-русски слово сказать, да? Ну, сток. Как сказать по-русски? Шока, да? Когда человек как мумия становится, да? То есть ум как бы не может это переработать полностью, да? Слово Кришна вызывает полную, полное самадхи, полное погружение. И здесь очень интересный урок. Деревня, в которой жили эти браманы, она находилась на краю Риндауна. Она как бы была в изоляции. Это особо подчеркивает Сачари. Она не принадлежала ни к Матхурии, ни к Риндауне. Знаете, это как вы, но как мы. Не к тому роду, не к всему роду. Безродные такие, да? То есть Матхура – это Матхурия Вася, это определенные гибы, это определенные отношения с Кришиной. Бриджа Бася – определенные отношения с Кришиной. А эти как-то вот тут вот, сбоку, отделены. И что же произошло? Что же произошло, что в умах этих женщин было столько сладостей от Матхурии Кришиной? Оказывается, систематически в их деревне кто заходили цветочницы Матхурии? Готы, мамжи, которые продавали цветы. Да, иногда продавщицы Бетеля. И что, о чем думали цветочницы Матхурии? О чем думали продавщицы Бетеля? Они все время между собой. Они не ходили по одной. По одному неинтересно ходить, да? Поэтому они ходили группами. И они все время говорили, вам цветы – да. Ты знаешь, что было вчера? Вчера Кришна Бетеля. Это только кажется, что Он спит. Он совсем не спал. Он играл опять на своей плите. Понимаете? Эти жены, они смотрели и не понимали. Они брали цветы и видели, что они могут взять два цветка, десять, сто. Все корзивы. Эти женщины, их тут нет. И так, так как их звук, исходящий из их уст, был абсолютно чист, она была дана такой силой, таким вкусом, что просто слушая Кришну Катху, просто слушая, они давно уже, задолго до этой вилы Ачарии объясняли, уже попали, что? В сети, в сети Кришны. И поэтому сейчас, когда они услышали о Диме, когда они услышали, что Кришна неподалеку, Он здесь, реакция была незамедлительной. Они не просто решили дать какую-то пищу. Они начали, как Ачарик говорят, все четыре вида пищи, которые сосут, лежат, живут и пьют. Они начали совершать большие горшки. А пастушки стали протягивать руки, чтобы им дали. Ничего не дают. Мы приняем сами, куда идти. Куда идти? Мы идем. Теперь представьте бедных брамов. Они уже давно бедные. После определенных вот этих всех историй, которые не слышали о цветочнице, от жителей Вриндауна, они стали очень рассеянными. Так называемые ватонарушения. Представьте себе жену, которая ходит по дому, бродит, куда-то смотрит, что-то поставит, положила, забыла, молоко убежало, корова вопит медойная, двор не убрал. Ей что ты говоришь, ты что делаешь? Ты будешь здесь убираться? Да. Убираюсь, да. Убирать, да. Брамы-то ребенок. Пошла за ребенком. Тут бросила, опять все разбилось, все упало. Понимаете? Эти брамы-то, они уже на самом деле отреклись отсюда. Они не понимали, что это совсем. Они думали, какая-то болезнь, какое-то проклятие, наверное, какое-то я для человека сделать. Они не сидели. Ален, вы где? И теперь, сидя в конце этого жертвоприношения, вдруг эти женщины встают как одержимые, начинают перед этими глазами с арены, грубом, собирать все. Все, что можно, собиралось. Ну, представьте, сейчас кто-то заходит и начинает все выносить. Все выносить. Вы говорите, подождите, куда? Все это просто выносится. При счет состояния совершенно на тебя. Смотри, поставь на место. Да, хорошо. И пошли. Вот в таком уме. И пасушки тоже. Они ничего понять не могут. Куда? Вперед. Все, и все. Они единственное, они ощущают свое единство, свое родство с этими женщинами. Они ощущают, что… Да, и их начинают поджужить. Мы столько ходим уже. Мы так долго ходим. Кришна Балараму уже столько долго не ели. Они там, на берегу Муны, в лесу Ашока. Они все там нас ждут. Они… Понимаете? Они их еще и добивают. И говорится, что вся эта деревня, все это Маджи, они превратились просто в реку. Что их движение даже… Ну, знаете, вот как в грузинских танцах. Знаете, когда гильное платье и женщины двигаются, они двигаются такими мелкими шагами, что ничего не видно. А здесь вообще летели. Говорится, что просто вот такая река любви потянулась туда, где находился Кришний Балар. И теперь уже брамы стоят в шоке. Ничего не могут понять. Сила любви такая, что единственная одна была женщина, в которой силой заперли вдоль. Все остальные прорвались. «Итак, идем дальше». «Итак, захотив с собой большие горшки с четырьмя видами ароматной, богатой разнообразными вкусами пищи, они поспешили навстречу своему возлюбленному, словно реки, бегущие к океану». Шиловиш Ванатовичи Кроварти такор объясняет, что жены правнов любили Кришну так, как будто он был их возлюбленным. «Они не видели в нем мужа, они видели в нем возлюбленного». Это означает «бракия раса». «Бракия раса». Особая, скрытая, внукинья любовь, такая вот как у Боби, вот у этих жен, когда любят в глубине своего сердца, когда об этом внешне ничего не говорится. И теперь есть шанс увидеть объект своей любви. Вы себе не можете представить, как они шли туда, как они несли, что они несли. Они несли все, что было, и они даже не думали о том, что они несли. Они уже глазами пили, пили Кришну, которого еще не видели. А человек говорит, что расстояние между глазами и Кришной было в тысячу раз меньше, чем расстояние между ногами Гопи, до места, где были. Помним, да, что высунь перемещается намного быстрее. То есть, теперь представьте, что у вас есть в глазах. О, образ этот, и вы в трансе идете на него. И теперь этот транс становится реальностью. Они доходят к берегу Емоны, и кого не видят. А они видят Кришну с тюрбаном, с пером, с линием на ушах. Завидки волос, волосы, обращая твой прекрасный глазом, он упирается на пастушка, наверное, левой рукой Емоны, а вправой крутит лотос. И когда он их видит, этот лотос начинает у него дрожать в руке. И он определенным образом через этот лотос, пишет, что она очень правая твой тапу, объясняет, что по движению этого лотоса эти жены почувствовали, их сердца начали испытывать тот же трепет, как лотос в руках у Кришны. Понимаете? Я не могу это показать. Но мы можем хотя бы погрузиться в идею в это. Да? Когда мысли новые, которые вы носите годами в голове, материализуются, проявляются. И они видят реального, живого, полного нектара Купидона, который как бы сражает всех Купидонов. Саму лицетворенную красоту, который стоит на них хитро смотрит. И они подходят к нему, и тут уже начинают говорить сам Кришна. Сейчас. Вот тут описание на это. Цвет его кожи был темно-синий, а наряд сверкал золотом. С пером павлина в волосах, украшенный красками из разноцветных минералов и цветочными бутонами, с гирлянды из ясных цветов и листьев на шее, он выглядел, как танцор на сцене. Одна его рука поколась на плече друга, а другой вертел лотос, и за ушами его красовались линии, волосы не спадали на щеки, и улыбка освещала его лицо, напоминающее лотос. О повелите людей, долгое время эти женщины слушали о Кришне, и слава его стала постоянным украшением их ушей. Воистину мы их были, все время погружены в размышления о нем. Теперь же, сквозь отверстия своих глаз, они заставили его войти в свои сердца, и там обнимали его в течение долгого времени. Они не могли подойти к Кришне и обнять. Они даже не могли это представить. Я имею ввиду физически сделать, но они могли это представить в своем сердце. Можно только представить, что там происходило. То есть, внешне, картина могла перед Кришне стоять статуи, которые не шевелятся. Понимаете? И все замерли. Замерли пастушки. Замер Кришне. Замер Баварана. Это внутренний обмен эмоций потрясающая картина. Когда внешне, практически ничего не происходит. Все происходит внутри. Господь Кришна, которому известны мысли всех живых существ, понял, что эти женщины оставили все надежды на мирское счастье и пришли сюда лишь для того, чтобы встретиться с ним. Дело в том, что когда они уходили, они настолько были проникнуты этим чувством, что они не собирались возвращаться. Это желание не возвращаться, эта идея возникла у них сразу, как только не слышали мы Кришне. Вы знаете, как мы зреем, зреем для чего-то, и в какой-то момент мы говорим, все, больше по-другому не будет. Больше я так жить не хочу. Вот это так называемая духовная решимость. Очень важный момент. Говорят, говорится, что до тех пор, пока в сердце наше не возникнет, это с этого момента Кришна, где все в моей жизни. Вот это вот решение. Знаете, мы как бы пытаемся сидеть на двух стульях, чтобы материально было вроде бы неплохо, и чтобы Кришна тут рядышком с нами. И вот мы так будем полупредаваться до тех пор, пока в конце концов, каждое живое существо в какой-то момент скажет, с этой секунды, с этого момента, Кришна ты мой, и я твой. И ничего другое мне не надо. И этого настроения было подготовлено в них. Но они не могли решиться. Им нужен был какой-то зов, им нужен был какой-то сигнал. Понимаете? То есть, вот Гоми рассказывают. Вот им говорят, как все там есть, что там происходит в лесу. Какой Кришна, да? И они вот в этом оцепенении находятся. Они уже не жильцы этого мира. Они уже не жены, не матери. Но что-то их заставляло еще вокруг этого. Они не знали, как это связать со своими мужьями. Это следующий урок. Со своими детьми как это связать. Зачем это все в другом? Понимаете? Поэтому они забывали что-либо делать. Поэтому их мужья считали... И теперь они говорят об этом, Кришна. Они говорят, что теперь мы будем жить в лесу. И шли на голове венки из тугости, которую мы соберем со столб твоих. Ты будешь здесь ходить, играть? Они уже все это представят. Как они бродят по этому лесу. Постоянно медитируя на Кришну, находя его в роще. И в дамах. Кришна им говорит, добро пожаловать, о самом удачливой женщине. Пожалуйста, присаживайтесь поудобнее. Что я могу сделать для вас? То, что вы пришли сюда увидеть меня, делает вам честь. Да? А человек говорят, что... Говорил мне это Кришна? Или думал об этом Кришне? Неизвестно. Потому что он мог сказать, садитесь, о доброй женщине, я рад вас видеть. Но они слышали. Это такая честь. На самом деле все служат в ней. Я прибежище для любого живого существа. Кришне не обязательно это говорить, чтобы они это ощущали. Он мог говорить, зачем вы сюда пришли? У вас остались там мужья, дети. Я вообще-то вас не звал. Я попросил горшочки с едой. Он мог говорить это. Он мог говорить что угодно. Это без силы партии разы, что что бы Кришна ни говорил, соединяются сердца. Это очень необычно. Кругом никто ничего не понимает. Кругом любой человек, который будет находиться, он не сможет понять, есть люди в этой разе, что происходит. И так, он приветствовал, а человек говорят, что она очень нравится, культина вот такую. Они говорят, что он их приветствовал буквально как гопи. В том же умонастроении, с тем же сознанием, понимая их глубину отношения к себе. Но дальше происходит трагедия. Я буду сокращать, потому что нам надо послушать никто. «Походите, дорогой». Есть один очень важный урок, которым я очень хочу поделиться. В конце концов, Кришна попросит их вернуться домой. Он объяснит им, что просто находясь рядом со мной, нельзя обрести любовь ко мне. Для того, чтобы вести любовь, нужно слушать шрава, киртона, смару. Нужно быть вовлеченным в этот процесс в обществе чистых предков. Ведь вы уже обрели, общаясь с губами, вы уже обрели, этот трансформент был любовь. «Но не будьте скупцами». 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 «Передайте меня своим мужьям». «Проявите к ним то, что я проявляю к вам». Для того, чтобы мы могли, чтобы на вас не ревновали, мы должны этим делиться. если жена или муж, муж, да, общался лично с губами, послужил ему, месяц был с ним в святой Дхаме, там вашей, потом приходит и отдает все, что дал ему губу. Всю эту любовь, всю эту заботу, все это внимание. Жена говорит, «А еще?» «Получил, мне понравилось». И эта трансформация происходит с сердцами Браманова. В четверть шлоке, в последней шлоке, Вишну говорит на Равене, что все, что видится как наслаждение, отделенное от меня, не связанное со мной всего лишь и нельзя. Нет ничего в этом мире отделенного от меня. Вы отделили себя от Браманова. тем самым изолировали их от любви. Вы, носители Кришна Бремы, с купцы, которые не могут ее отдать, мне нужна. Я пришел к ним с посланием. Вы, дети, с этим вкусом, который я вам дал, вкус, который свел что сразу, к нулю, все привязанности мы теряем. Да? Знание отречения мгновенно посещает сердце того, кто служит Верховному Вяческому Богу. Тогда это. От чего вы отреклись? От чего? Они такие же души, которые просто что? Не знают, где искать счастье. Обделенные несчастные живые существа. А вы, богатые скупцы, идите. И происходит трансформация. Они возвращаются в деревню. И одним взглядом, правонность, которые сдерживали своих жен, считали сумасшедшим, видел любовь в своих глазах, которую теперь они что? Отдавать стали. Отдавать. Бери. Бери. Я полна. Я счастлива. На. Тут же, Кришна проявил коснулась их сердце. И дальше, у нас уже нет времени, идут целые несколько там, десять рук отекста, молитв этих браманов Кришны. Они прославляют своих жен. И так мы можем увидеть первый аспект, что никакие социальные преграды не должны нам иметь, никакие родственные связи не должны мешать нам сложить Кришну. Потому что единственная надежда наших родственников и спасение, если мы будем сознающими Кришну. Мой брат боялся принять сознать Кришну. У меня сводный брат. И Пурнача на мой гараж. Говорит, ты боишься перед мамой сказать о Кришне? У него боюсь. Он сказал страшную вещь. Если ты не станешь преданным, кто ее спасет? Ты знаешь, что она должна рождиться крыса на адской планете? Я помню его выражение лица. Он говорит, ты единственный, кто ее может спасти. Так в чем же твоя любовь? Ты хочешь ее спасти? Или ты просто безвольный щенок, стесняющийся Бога? И так очень важно, да, мы говорили сегодня о духовном авторитете, что это серьезное бремя ответственности. Что духовный авторитет не должен поступать поперек желания Бога. Если муж, жена, для детей духовный авторитет, даже мать, отец, духовный отец, духовный лидер, гуру, все, учитель, даже простой учитель, им все равно представляют Бога. У него огромная ответственность. И так авторитет это не наслаждение своих чувств, своим положением, своими возможностями управлять, управлять кем, куда, чего. Единственное предназначение авторитета помогает другому живому существу, который находится под его руководством, что? Вернув назад, к Богу. И если мы видим, что авторитет это не получил, если мы видим, что согласно шасткам, писанию, чем делать что-то не то, как мы ему можем помочь, идя за ним? Или обретяливая Бога поделиться с ним, что сделали жены Брамановы? И таким образом спасли своих умножений. Но они могли поставить дарму выше и сказать, ну что, куда мы пойдем? Ну мы любим Кришну. Что дальше с Браминами произошло? Все так. Они не пошли к Кришне. Как гоперы, как жены Брамана, они не пошли к Кришне. Они подумали, ну сейчас Камса придет. Тут же везде эти лазунчики. Им обязательно что? Доложат, что мы ходили к Кришне. Их еще любовь не была такой зрелой. Она не была полноценной. Они только получили ее тень от своих жен. Им еще предстоит ее что? Разве дальше? Этот страх пока сковывал их. Страх какой? Социальный, материальный. Он сковывал их любовь. И в отличие от своих жен, на этом лила заканчивается, они все-таки испугались пойти на встречу с Кришной. Да? Поэтому мы можем молиться в этот день этой лиле, Бхагавану, Кришну в этот день, чтобы он избавил от нас этого страха, который мешает нам по-настоящему. Да? С одной стороны мешает материальное желание, с другой мешает обусловленный страх. Что будет? Да что будет? Никто аргует. Полные, вечные, транзимы. Хорошо. Я на этом останавливаюсь. Я не знаю, что надо. Шри Кришна, Джан Маштави, Кия. Да! Водитель Павуки. Да! I'm sorry for delaying. У нас еще есть где-то час, час пятнадцать. Ничего себе, там, на десять-пятнадцать минут задержимся. Потом активно все остальное доделаем. Да? Хорошо? Мини-бади. Да! Спасибо большое. Мини-бади Бабу. Ари-бо! 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 И давайте поприветствуем нашего очередного лектора, Махадюти Браво. Ари-бо! 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 Во! Ари-бо! О! Ари-бо! Ари-бо! О! Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 I have my respectful obeisances unto all the Vaishnavas works of good, who can fulfill the desires of everyone just by desired views, and who are full of compassion for the fallen, conditioned souls. Excuse me, this gentleman who is chanting joking? I suggest if you want to chant japa, you can go chant japa. If you want to listen to me, you can listen to me. Let's see. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 So today is the auspicious day of the anniversary of the appearance of Lord Krishna. So today is the auspicious day of the anniversary of the appearance of Lord Krishna. Which is observed by, in India, by practically everyone, even the Mayavadis. Om Namo Bhagavati Vasudevaya Now, one time Shriya Prabhupada said that he said, I do not know Krishna. I only know my spiritual master. Я знаю только своего духовного учителя. С одной стороны, конечно, у всех у нас есть прямая связь с Кришной. Когда мы повторяем Харе Кришна Махамантру, мы связываемся по горячей линии с Кришной. Это быстрый набор. Но, с другой стороны, чтобы обвести действительно глубокое понимание Кришны, нам нужно руководство его чистого преданного Шил-Правпады. И поэтому для нас необходимо, очень важно, всегда осознавать эту связь с Кришной и Шилой-Правпадой. Иногда Кришной может сказать, что Вы это говорите, потому что Шил-Правпада – Ваш гуру. Но у меня есть мой гуру, и я знаю, что связь это через моего гуру. Но единственная причина, по которой Ваш гуру вообще является гуру, или вообще кем-то кого-то из себя представляет, это Шил-Правпада. Когда я был президентом храма в Лондоне несколько лет назад, И однажды я почитала, что эти 25 предчеловек – ученики где-то 15 гуру. И это было как ночной кошмар. Потому что, потому что многие привычки у них были, и все еще имеют эту идею, что у многих предных раньше было такое понимание, у некоторых до сих пор оно остается, что есть только я и мой гуру. А президент храма, ну да, он нужен, конечно, но это такое неудобство, это как-то отвлекает во всем. И вообще говоря, в Центральном Лондоне было очень сложно что-то организовать. Поскольку гуны качества страсти и невежества очень еще сильны там. И это было еще более сложнее, чтобы организовать вещи, когда многие доводители не думали, что я был человек, который должен быть в том, что они должны делать. Но еще сложнее было из-за того, что большинство предных думали, что я не тот человек, который должен им говорить что делать. И иногда я что-то говорил предным. И он или она отвечали мне. Ну мой гуру мне сказал вот так. Но мой гуру мне сказал вот так. И тогда я отвечал. Ну мой гуру мне сказал вот так. А мой гуру мне сказал вот так. А мой гуру круче чем твой. Он является духовным учителем дающим наставления для каждого в Искан. Мы бы здесь не были, если бы не было Шилу Праупаду. Поэтому нельзя просто отбегать в сторону Шилу Праупаду, заменяя его своим иницирующим гуру. Конечно, своего гуру нужно поклоняться. Но это нужно делать в контексте его отношений с Ачарей-основателем Шилу Праупаду. Шилу Праупаду говорил Гуру и Кришна это как два рельса. И нужны оба. Поэтому в этом процитированном стихе говорится, что нужна милость и гуру и Кришну. Шилу Праупаду сказал, что по милости Кришны мы получаем гуру, а по милости гуру Кришну. Я все это объясняю, потому что я бы хотела начать речь с небольшой записи речи Шилу Праупады на Джанмаштре. Я хочу подчеркнуть, так важно напрямую слушать Шилу Праупаду. И конечно же знание, которое дает нам Шилу Праупаду очень важно, но дело не только в нем. Сам звук голоса Шилу Праупады очищает. И нам нужно оценивать это по достоинству. Это важно. Это Джанмаштре 1974 года. Ангелина будет переводить эту речь по фразам. Когда мы слушаем перевод одновременно, когда перевод накладывается на голос Шилу Праупады, то Шилу Праупады мы как бы на задний план отобегаем. И даже если вы не понимаете слова Шилу Праупады, это не страшно. Потому что просто слушая, как Он говорит, можно почувствовать Его любовь к Кришне. Через Его речь можно ощутить Его трансцендентные чувства Кришне. И перевод имеет вторичную важность. И перевод имеет вторичную важность. И перевод имеет вторичную важность. И what's of binary importance is Шилу Праупады's Transcendental Sound Vibration. В первичной важности для нас считается трансцендентная вибрация голоса, речи Шилу Праупады. Okay, just a minute. Wait a minute, I gotta find... Иван, I have to find the right place. Ты должен найти отрывок. Okay, you've got the right place in the transcript. The transcript. Okay. Oops. It's a little difficult getting it exactly right. I'm sorry. Мудрый означает, Кришна говорит, вот такое у Вас положение. Сегодня день рождения Кришны, и Он не сходит сюда, чтобы дать нам это наставление. Иван Левович, иван. Иван Левович. Мне кажется, у нас наставление не наставление. Приседшие. Иван Левович, иван. Если вы не будете действовать ради яги, ягья Пуруши, Кришны, тогда вы запутаетесь. Сегодня день рождения Кришны. Парикрамана садхвам винаххая-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи. Когда мы забываем Кришну и хотим стать Его господином, господином этого мира, это Дармаси Аглани. Парикрамана садхва-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худхи-худх Да, у меня есть, но он не говорит о том, что я не могу, потому что у меня есть стон, и он начинает ревертироваться. Я не хочу, чтобы я не могу. Я не могу. Я не могу. Перевод немножечко перепрыгивает за счет того, что мы хотим пробовать останавливать, но у нас есть транскрипт, поэтому я прочту все, что произнес в тот день шел пропад. Когда мы хотим стать господином Кришны, это Дармасья Глани. Итак, Кришна являет себя. Сегодня благоприятный день явления Кришны, и он явился для того, чтобы убить Камсу и освободить Васудева. Это Кришна. Яда Ядархи Дармасья, Падрик Траная Садуна. Васудева, его отец, был арестован и заключен в тюрьму. В среднем вея Кришна, мы с вами находимся. Как вы знаете, Садуна? Я вас не хотел, Садуна. Я был логиком, но я был логиком. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы должны искать защиты Кришны, этот мир настолько опасен, говорится, падам падам ятвипадам, на каждом шагу опасность. Но если мы принимаем прибежище, на каждом шагу опасность, на каждом шагу опасность, на каждом шагу опасность, на каждом шагу опасность. Космическая манипуляция, в основном, на каждом шагу опасность, на каждом шагу опасность. Но если мы примем прибежище лотосных стоп в Урари, под чьими лотосными стопами пребывает все космическое проявление Махаттаттва, то этот огромный океан рождения и смерти мы пересечем с легкостью. Ватсападам означает ямка, оставшаяся от копытца теленка. Ватсападам означает ямка, оставшаяся от копытца теленка. И весь океан становится подобен этой лужице, маленькой лужице. Оставшаяся от копытца теленка, это и называется Ватсападам. Итак, этот Кришна Константинский момент, это для этого цели. Мы обучаем и предпочитаем, чтобы создавали живые существа. которые забыли Кришну, которые забыли Кришну, мы обучаем их, чтобы они вспомнили, восстановили свое сознание Кришны, чтобы они могли быть спасены от материальной природы. Это и есть движение сознания Кришны, это величайшая гуманитарная благотворительная деятельность для всего человеческого общества. Примите его очень серьезно и будьте счастливы. Примите его очень серьезно и будьте счастливы. Я надеюсь, что все вы получили просветляющий опыт слушания голоса Шилы Прабхупады. Это Шилы Прабхупада выступал на Джанмастами в 1974 году, 42 года назад. Мне сказали, что я должен читать из Кришна-Бога. Я уже отклонился от этого наставления. Но я постараюсь исправиться и посредством чтения Кришна-Бога сейчас. У нас немного времени, поэтому я очень короткую игру прочитаю. Глава 11. Шилы Прабхупада говорил, если проанализировать ежедневную деятельность Кришны, то можно увидеть, что большую часть своего времени он тратил на убийство демонов. Тем не менее, убивает он демонов ради того, чтобы удовлетворить преданных. Например, на днях мы читали об убийстве демонов. И пастушки обратились к Кришне и Балараме с такой просьбой, что посмотрите, ведь там есть такой лес, и в нем растут прекраснейшие просто плоды, которые так пахнут. А мы хотим очень попасть туда и насладиться этими плодами. Но мы не можем, потому что эти демоны мешают нам. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. И Паларам пошел туда и разкидал всех этих демонов по деревьям. Потому что, конечно, то есть, что вы думаете, что Калверт boys, ну, они все умерли. Мы можем подумать, о, ну классно, демоны умерли, и пастушки теперь могут прийти туда и насладиться всеми этими плодами. Наконец-то мы можем теперь вкусить все эти плоды. Но все было не так. Пастушки видели, что когда Баларама разбрасывала этих демонов слов по деревьям, то повсюду распрыскалась их кровь. Пастушки решили, что теперь эти плоды оскорнены и мы не можем их есть. Поэтому они так и не получили эти фрукты. Но, тем не менее, their arrangement made it possible for the other people, the lower-class people, who didn't care so much about the contamination on the fruits, for them to enjoy it. Были другие люди, которые были классом пониже, они так сильно не обращали внимание на все эти оскорнения, и вот они могли насладиться этими плодами. И так, Кришна и Баларама убили демонов, убили много демонов. И так, Кришна и Баларама убили, убивали много демонов. Но главная их цель это удовлетворить преданных. Шалаправпада говорит, что главная причина всех действий Кришны это удовлетворение его преданных. Поэтому неплохо бы стать преданным Кришном. И так, сейчас мы прожим очень короткий отрывок об убийствах. Кришна и Баларам играли на Баларам играли на Баларам играли на банке на берегу Ямуны. Туда явился демон по имени Бацасура, занумавший убить двух братьев. Он принял облик телёнка и затерялся среди других телят. Кришна, однако, сразу заметил демона и немедленно предупредил Баларама. Иногда мы волнуемся, когда замечаем, что что-то не то происходит, очень плохое, и что никто ничего не делает по этому поводу. Да, может быть так и есть. Временно. Но нам нужно помнить, что Кришна всё видит. От него ничего не ускользает. От него ничего не ускользает. Не бывает такое, что Кришна отвлёкся и что-то не заметил. Ну, может, когда Кришна в этот момент целовал Радхарани и не заметил, как там что-то произошло. Кришна может всё одновременно делать. Целовать Радхарани, параллельно играть на флете и одновременно заботиться о целой Вселенной. И в то же время Он удовлетворяет желания каждого. Я слышал такую китайскую поговорку, что самый лучший менеджер это тот, о чьём существовании вы даже не знаете, кого вы даже не замечаете. И может быть одна причина как раз таки в том, почему люди от истины. Потому что они видят, что кто-то всем руководит. Кришна… Кришна… Кришна is kind of like… Well, if we can think of it… It's kind of a, how do you say, a crude example. You know, some big corporation executive in the material world. You've got this huge company that's worth like billions and billions of dollars a year. Представьте, это просто громадная, очень важная, серьёзная компания, которая зарабатывает миллиарды долларов в год. And thousands of employees. And they have… He has branches, like, you know, 500 branches or 17 different companies. And everything's going on smoothly. Very profitable organization. Very profitable organization. Very stable. But nobody ever sees the guy in charge. No, никто не знает, кто здесь самый главный. Why? Because he's a golfing. So, Кришна's like that. I don't know if Кришна plays golf. He might, because he's very talented. He does a lot of things. But in any case, the point is, that Кришна can… By his energies… He makes everything happen, all at the same time. And he doesn't miss anything. He doesn't necessarily need you to tell him what's going on. Okay, so… Both brothers then silently approached this demon. So, Krišna caught hold of the demon calf by the two hind legs and tail. Whooped him around very forcefully and threw him into a tree. He makes… Apparently, Krišna and Balrami don't think trees are good places to throw demons. The demon lost his life and fell down from the top of the tree to the ground. When the demon lay dead on the ground, all the playmates of Krishna congratulated him. Well done! Well done! And the demigods in the sky showered flowers with great satisfaction. In this way, the maintainers of the complete creation of Krishna and Balrami used to take care of the calves every day, beginning in the morning. And thus, they enjoyed their childhood past times as calvary poison for Balrami. Now, Krishna and Balrami were quite busy. Because badly, as soon as they finished with that demon, they had to deal with another one. One day, all the calvary boys went to the bank of the river Jemuna to water their calves. When the calves drank water from the Jemuna, the boys also drank. After drinking, when they were sitting on the bank of the river, they saw a huge animal which looked something like a heron, and was as big as a hill. Its... 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 its top was as strong as a thunderbolt. I don't know what that means. Its top was as strong as a thunderbolt. When they saw that unusual animal, they became afraid of it. The name of this beast was Bakasura, and he was a friend of Kamsura. He appeared on the scene suddenly, and immediately attacked Krishna with his pointed, sharp beak, and quickly swallowed him up. When Krishna was thus swallowed, all the boys headed by Balrami became almost breathless, as if they had died. But when the Bakasura demon was swallowing up Krishna, he felt a burning fiery sensation in his throat. This was due to the glowing effulgence of Krishna. See, that's a good use for the Brahma Jyoti. That's a good use for the Brahma Jyoti. Let's see. The demon quickly threw Krishna up, and tried to kill him by pinching him in his beak. Bakasura did not know that although Krishna was playing the part of a child, the Nanda Maharaj, he was still the original father of Lord Balaram, the creator of the universe. Lord Brahma. Lord Brahma. Lord Brahma. Excuse me. Bakasura did not know that Krishna only played the role of the little boy, the son of Maharaj Nanda. He was originally the father of God Brahma, the creator of the universe. Mother Yeshua's child, who is the reservoir of pleasure for the demigods and who is the maintainer of saintly persons, caught hold of the great gigantic heron by the two halves of his beak, and before his coward boyfriends, bifurcated his mouth, just as a child very easily splits up a blade of bread. It's significant that Krishna does these things effortlessly. He looks in the paintings, he looks like he doesn't have any muscles. He looks very tender and soft. And when you see paintings of Krishna killing some demon, he doesn't look like it's a big strain. You know, when you're talking about, like, comic books, super-heroes. Or, uh, atlas, who's supposed to be pulling up a blade. Or even Olympic champions. They don't have muscles. And when Krishna does it, and it looks like they're having a difficult time, extreme. And Krishna's not like that. It's just like, for him, it's... a big deal. So, that's the Supreme Personality. From the sky, the denizens of the heavenly planet showered flowers, like the Malika, the most fragrant of all flowers, as a token of their congratulations. Accompanying the showers of flowers was a vibration of bugles, drums, and conscience. When the boys saw the showering of flowers and heard the celestial sounds, they became struck with wonder. And when they saw Krishna freed from the mouth of the great demon Bhakasura, all of them, including Balarama, were so pleased that it seemed as if they had regained their very source of life. As soon as they saw Krishna coming toward them then, they one after another embraced the son of Nanda and held him to their chests. After this, they assembled all the cows under their charge and began to return home. That's what we should do. And brace Krishna to our chests. And then, we turned home, back to God. And then, we turned home, back to God. Shri Krishna Janmas Tamekita. Do you have a question, Master? Um... Okay, we'll take one question. Let's don't answer it, just ask. The answer is words, only ask questions. Вы можете ответить, что у нас сегодня снова возникла дискуссия, почему Шила Праупада над Джанмаштами и другие явления Верховного Господа Аркадаш Днепрадсадны? Вы уверены, что он это делал? Что он установил Икадаш Днепрадсад на такие дни? Это не означает, что это пришло от Шилы Праупада. Я как раз на эту тему провел небольшое исследование. Я не помню конкретно насчет Джанмаштами, какой вывод был. Но в целом я помню, что это спорный вопрос. Я не помню конкретно Джанмаштами. Я не помню конкретно Джанмаштами. Я не помню конкретно Джанмаштами. Но я могу узнать, пока не слишком поздно. Я не могу сказать, что Икадаш Днепрадсад на Джанмаштами был назначен самим Шилы Праупады. Но даже если так, если вы будете принимать зерно в Джанмаштами, то, что вы не пойдете из этого в ад. Поэтому слишком не беспокойтесь об этом поводу. Да, это точно. Но, с другой стороны, Шилапрапа также говорил, что все конфликты среди предных нужно воспринимать как духовные. Потому что о чем спорят предные? За чего они ругаются? Они всегда спорят из-за того, как служить Кришне. Поэтому Кришна остается в центре. Нет проблем. Если вы хотите, чтобы я вам не медленно ответ дал, я могу это сделать. Я могу узнать, только вам надо немножко подождать. Когда лекция закончится, я выясню, найду ответ и отвечу вам. И тогда вы сможете объявить призму. Хорошо? Хорошо. И еще перед тем, как мы завершим Катху, я бы хотела призвать ваше внимание к книгам Шилапрапада. Во-первых, самое главное, у нас есть книга Кришна. Во-первых, самое главное, у нас есть книга Кришна. Так же Шилапрапада говорил, что все, кто не посещает Мангаларти, должны быть наказаны. И наказание для такого человека будет, что он должен продать одну книгу Кришна. Во-первых, чтобы продать книгу Кришна сначала, вам ее нужно купить. А кто продает книгу Кришна? У нас много книг Кришна? Так что не волнуйтесь, что кому-то не достанется. Потому что, скорее всего, мы подозреваем, что вы много раз пропускали Мангаларти. Поэтому у вас должок остался в Шилапрападе. Вы же не хотите оставлять этот мир с долгами Шилапрападе. Это очень опасная ситуация. Поэтому, посчитайте все свои пробелы, пропуски, Мангаларти, и посчитайте сколько книг вы должны купить. Невозможно придумать лучший день для того, чтобы купить книгу Кришна. И Бхагавад-гита is also Кришна's own words. И так же у нас есть Бхагавад-гита, это личные слова Кришны. So, wait, do you have any Prasadna? Yes, we're fasting. Okay. Okay, so... So, now, for those who like, you can come up and buy Krishna books of Bhagavad-гита. Remember, this could be your last opportunity. Помните, что это может быть ваша последняя возможность. I don't want to frighten anyone. But this life is very short. And we don't know when we're going to have to leave the body. So, if you say you'll do it later or tomorrow or something, you may be overly optimistic. So, better, now you have the opportunity. I talk to Gromantiyasav from the Vedanta Sutra. But now is the time to inquire into the Absolute. If you leave your body, when you leave your body, you can't take your rubles with you. When you leave your body, you can't take your rubles with you. But when we hear Shreemad Bhagavatam Krishna book Bhagavad-gita, that nectar, that knowledge, those realizations, we can take with us. We do take with us. And if you like, after you buy your books, I'll sign them. Okay? You sign? Okay? What's that? We may do simultaneously. What's that? Now devotees can buy the books, and we invite everybody outside for a continuation of the program. Okay? We can book in one location. Who shall finish? Who will help you? He will come in a minute. Well, he can't come in a minute. He needs to come now. Okay, what's your name? Artyom. Artyom. Okay. Artyom is here to take all your money and give you programs. Artyom is here to take all your money and give you programs. Artyom. Thank you very much, Shri Prama. Artyom. 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 и мы всех ждем на улице, там нас ждет продолжение нашего праздника. Пушпа Абхишека, потом культурная программа, и потом многое-многое другого.